Наша программа продолжается. Обратите внимание, завтра день модельера. Через неделю в Челябинске состоится большое событие «Платье города». И у нас в гостях Елена Мозалева, участница этого события, нашего фэшн-события в Челябинске «Платье города». Доброе утро! А вообще... Елена! Не Елена Мозалева, а между своими со мной поделилась мадам Пряшкина. Уже привыкла, что ко мне обращаются мадам Пряшкина. То есть, Брошкина тут не прокатывает? Нет. Пряшкина гораздо интереснее. Да. Елена, с чем вы к нам пришли? Сейчас телезрители ведь смотрят и говорят, что это тут за интересные штучки у вас? Это что у нас такое? Хочу поделиться своей авторской моделью шарф-дуэт. Шарф-дуэт? Для двоих людей? Нет, дуэт, потому что в дуэте с шарфом есть вот такой аксессуар-кольцо. Вот такое вот колечко. Колечко. Я так понял, что бывают разные, да, вот эти кольца? Они могут быть из разного материала, они могут быть разного цвета. Даже, я бы так выдала вам секрет, что любая девушка может взять свой любимый шарфик, сшить его в снут, в кольцо, предварительно туда, одев свое любимое любое колечко. Ой, как интересно. Но лучше, конечно, без камней, чтобы не испортить ткань. Понятно. И как-то каким-то образом специальным это тоже надевается, правильно? Что нам дает это кольцо? Вариантов очень много. Показывайте, пожалуйста. Во-первых, можно одеть на голову, как обыкновенный шарф-снут. Что сейчас очень можно. В данном случае кольцо не работает, да? Да, пока нет. Еще что? Просто восьмеркой одеваем. Девочки, внимание, все запоминайте, авторские работы, вот, так, хорошо. Сочетается с любым стилем в одежде, с брюками, с платьем, с юбкой. Этот способ вы знакомы очень много. Да, теперь мы переходим к тому, что нам дает вот это кольцо. Ну, вариантов больше 15 покажу самые мои любимые. Конечно. Самый простой вариант. Складываем пополам, набрасываем на шею. Отлично. Уголок продеваем в колечко. Данное кольцо, оно облегчает жизнь по завязыванию шарфика. Да. И вот такая вот оригинальная штука. И складки формируются очень красиво, хаотично, то, что нужно для... Я так понял, что это вы сами придумали. Эта модель мной запатентована. Здорово. Следующий вариант. Еще. Самый простой городской стиль. Мы делаем из шарфа галстук. Быстро, красиво, стильно. Хорошо. Это вот шарф-дуэт, я правильно понимаю? А есть же еще какие-то другие шарфы, их тоже можно как-то завязывать? Есть какие-то оригинальные способы? Способов очень много. Рассказывать могу минут 40. А давайте я покажу ваши фото. Это фото с вашими шарфиками. Мне очень понравилось в вашей коллекции то, что вы говорите о том, что шарф это не только аксессуар женский, дамский. Что он вполне уместен в этом сезоне и на мужчинах. Вот таким образом можно надеть шарф. А вот так вот просто то самое закольцованный шарф, опрокинув назад, можно такой романтический образ создать для вечеринки. Я себе спокойно представляю девушку какую-нибудь. Или подобрал вот такую красивую цветовую гамму, оттенить коралловую. Хорошо, Татьянушка, а давай-ка ты на тебе покажут, как шарфик завязывать. А с удовольствием. А давай, проходи. Допустим, нам нужно закрыть V-образный вырез. У Татьяны сейчас V-образный вырез? Нет, мы допустим сказали. Представили, что у нее V-образный вырез и нужно его закрыть. Отлично. Что нужно сделать? Надеваем шарф просто так. Легким движением руки. Продели каким-то образом. Брюки превращаются в фулигантный банк. Хорошо. Закрыли V-образный. Закрыли мой V-образный вырез. Еще. Допустим, нам нужно закрыть шею. Как приятно, какой легкий. Скажите, пожалуйста, а вы тоже будете участвовать в платье города? В платье города я выхожу в неконкурсной основе, как профессионал. Будете показывать вот эти тоже шарфы? Будет коллекция дуэт. И там и мужчины, и женщины, я понимаю, будут участвовать. Как тебе? Как тебе? Ну, посмотри. Красиво? Шикарно. Татьяна Татьяна, не хватает V-образного у тебя вот этого выреза, чтобы снял шарф и увидишь V, Виктория. Я вижу на столе у нас такие большие платки квадратные, которые я тоже очень люблю, и они очень актуальны. А как же вы их носите? Ну, вообще, да, я понимаю, к чему вы их носите. Она их носит в сумке? Нет. На самом деле, конечно, если мы идем куда-то летом прогуляться, и прохладно мы вот таким образом, сложив по старинке... Ах, и на бурских ухо... Ну, ладно тебе, мы так тоже красиво. Шикарно. Ну, как-то так носим. Что я предлагаю? Пожалуйста. Что вы предлагаете, Елена? Платок свернули пополам. И очень аккуратно уголки завязываем на маленькие узелки. Так. На два узла перевязали? Да. Правильно? Отлично. Узелки можно заменить на элегантный аксессуар, волшебную пуговицу. А, снизу тоже связываем. Ну, мы сделаем уголки. С двух сторон связываем пополам. Сложенный платок уголками. Что дальше? Это что это будет? Руку продеваем. Ух ты. О, я поняла. Это такая... Это такая... Болеро такое. Укожанка. А, нет. Я думал, это будет куртка. Ну, смотри, действительно, и получается такой... Это даже не аксессуар получается, а прямо одежда. Я правильно понимаю, что все это можно будет увидеть через неделю на платье города? Правильно. Это будет на Кировке? Малахит. А, в Малахите. Все понятно. Хорошо. Большое спасибо о том, как одному платку найти сотню применений, нам показала дизайнер одежды Елена Музолева. А далее рубрика «Добрый завтрак». «Добрый завтрак. Приготовьтесь записывать рецепт». Спасибо.